И еще об интернет-успехе. Новосибирский программист хотел повеселить своих европейских друзей опытом по физике и удивить местными морозами. Вот, мол, даже кипяток до земли не доретает. Но удивил весь мир. Миллионы просмотров за неделю. Все ли дело в кипятке? Александр Малышев разбирался. Новосибирске минус 41. Все гениальное просто, а все новое, хорошо забытое, старое. Но даже научный, как говорится, баян может стать интернет-хитом. Житель Новосибирска Дмитрий Клименский стал звездой Рунета, а затем и Интернета, выплеснув с балкона кастрюль с кипятком и продемонстрировав реакцию жидкости на 40-градусный мороз. Аудитория откликнулась двумя миллионами просмотров. И это за одну неделю. Рекорд. Нет, не ждал. То есть я хотел показать десятку друзей на Фейсбуке, не более того. Ну, народ подхватил, она пошла, все стали делиться. А вот человек, который в том же городе сделал похожий ролик днем ранее. Или американцы, которые ютюбят такое каждую зиму. Так в чем же секрет? Неужели в голливудских претензиях новосибирцы, снявшего эксперимент с двух мобильников и сделав англоязычную версию? В топ вырываются либо случайно, либо продуманно. Благодаря белым хакерам. Так называемым white hats. Это своего рода робин-буду виртуального мира. Они же профессиональные пиар-вирусологи. Ну, создатели ролика к нам обратились сами. Они первоначально разместили его ВКонтакте и попросили его публиковать в нашем сообществе, нашего сайта. Оттуда в ютюб. Результаты, конечно, уступают корейскому рэперу Псай, но для Рунета это безусловный успех. Может покатиться, превратиться в снежный ком. Видимо, представитель какой-то очень крупной площадки обратил внимание, написал об этом и разместил ролик у себя. Этой самой крупной площадкой оказалась британская Mail Online, которая не в первый раз публикует ролики про Crazy Russians. От отважных паркурщиков до руфера на крыше главпочтамта. Превращаясь в мемы, такие клипы обрастают легендами и спорами, фейк это или тру. Ну, любитель занимательной физики Игорь Сокальский повторил нам опыт новосибирца у себя дома за чашкой кофе. В этом нет никакого трюка, в этом нет никакого фокуса. Это самый обычный, самый простой физический опыт, который, правда, выглядит очень эффектно. Это не пар, то есть газообразная вода, а именно туман, то есть мельчайшие капли жидкости. Вот если мы сейчас температуру воздуха сделаем много ниже, доведемую до минус 40 градусов, вот этот вот пар, эти капельки воды, из которых пар состоит, начнут превращаться в снежинки, в маленькие кристаллики льда. И тогда мы увидим примерно то, что видели на ролике в Ютубе, который мы обсуждаем. А это муха, которая на 53 секунде детектит. И это при минус 41 по Цельсию. Любят юзеры раздувать из нее слона. Одни комментеры заявили, что это русская муха и мороз ей нипочем, другие, что это комар фуфайки. На самом деле в историю случайно вошла пролетавшая мимо птица. Александр Малышев, Борис Брыкин, Вести.